всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию меня зовут настя в сегодняшнем видеоролике я вяжу крутую и стильную сумочку всего из одного мотка трикотажной пряжи изделие получится быстро и просто будет стильная и вместительная для своего изделия я приготовила моток пряжи бисквит трикотажная нить стопроцентный хлопок в 100 метрах 330 грамм цвет графит крючок номер 6 ремень стропа 2 разъемных кольца карабина сантиметр ножницы на каждом этапе вязания буду информировать о количестве петель рядности и размере заготовок в сантиметрах ссылку на продавца производителя необходимых материалов и инструментов вместе со своим промо кодом на скидку как всегда оставляю в описании под этим роликом обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки переходим к работе в комментариях часто встречается вопрос как постирать сумку корзину или декор отвечу так для того чтобы изделие не потеряла форму и первозданный вид ограничьтесь ручной стиркой и замачиванием для себя я остановилась на пятна выводителей изи клин он содержит большую концентрацию активного кислорода экологичен и гипоаллергенен что позволяет удалять загрязнение любой сложности бережно любимые вещи прослужат долго не потеряют цвета уйдет эффект потертости просто растворить средства в горячей воде в нужных пропорциях эффект проявится на глазах пятновыводитель универсальный и подходит не только для одежды заказать можно на вал берез через поиск артикул или ссылку которую я оставляю для вас в описании под роликом бренд изи клин специализируется на средствах и аксессуарах для уборки делая акцент на качество и безопасность для того чтобы нить ровно и аккуратно поступала в полотно и не была перекрученной я подматываю клубок на опоре можно пользоваться корзиной клубочницы ссылку на ее изготовление также оставляю в описании и оставляю небольшой запас нити около 25 сантиметров накидываю нить на крючок край перед работой подхватываю нить и формирую первую петлю далее провязываю цепочку из 13 воздушных петель пропускаю 13 петлю и в задние перемычки провязываю соединительные до конца ряда так как первую точку я пропустила у меня 12 точек для провязывания и последняя 12 соединительная узелок начала распускаю чтобы не было уплотнения нить подтягиваю теперь провязываю одну воздушную эта петля будет вершиной поворота в следующем ряду далее нахожу первую кромочную косу ряда в нее провязываю столбик без накида с этого момента мне необходимо следить за подачей нити нить на пальцы всегда с круткой вверх в каждую следующую кромочную косу за обе дужки до конца ряда точнее до поворота я провязываю столбик без накида 12 столбиков провязана на повороте за обе дужки кромочной косы петля находится на вершине поворота в эту точку я провязываю 3 столбика без накида 2 и сюда же 3 повернула далее продолжаю также 12 точек провязывать столбик без накида за обе дужки кромочной косы до конца ряда и фактически до нового поворота завершаю ряд также добавлением в вершину поворота провязывая 3 столбика без накида в одну точку 2 и 3 провязывая не до конца вывожу высоту столбика а завершаю его запасом нити вытягиваю нить и с помощью этого запаса буду соединять ряды пропускаю предыдущего ряда петлю и вот первый столбик этого ряда за ним кромочная коса в которую я увожу это соединение и возвращаю в исходную точку нить снова оказывается на изнанке готова далее с помощью рабочей нити продолжаю вязать в первый столбик предыдущего ряда вставляю крючок в раскол контролирую чтобы он вошел в центр столбика и вышел тоже из центра столбика по изнанке первая петля и далее в раскол каждое следующее до поворота я на первом повороте 2 ряда и здесь у меня в одну точку провязана 3 столбика в каждой из этих столбиков я провязываю еще два в раскол прокалываю первую петлю контролирую выход крючка по изнанке первое добавление далее вторая петля в нее тоже провязываю два столбика второе добавление и последняя петля поворота в нее тоже добавление в каждом ряду по три добавления на каждом повороте готова вяжу до следующего поворота здесь завершая ряд делаю добавление по аналогии с противоположной стороной в каждую из трех петель провязываю по две второе добавление и последнее третье добавление последнюю петлю довязываю не до конца завершаю ее отрезом нить и вытягиваю и подтягивая делаю соединение первого и возвращаю в исходную на изнанку следующий ряд по аналогии с помощью рабочей нити вставляю в раскол первую петлю прошлого ряда первая петля и так далее до поворота третий ряд последний по донышку поэтому на повороте я делаю не три добавления от 2 для более гармоничного перехода на стенки нахожу точки по повороту равно удаленные друг от друга вот через одну и делаю первое добавление здесь далее провязываю петлю без добавления это вершина поворота и следующую петлю снова провязываю 2 делая добавление готова далее без добавлений до следующего поворота где снова только два добавления на повороте сейчас по периметру у меня 40 петель размер донышко 20 на 7 с половиной сантиметра я продолжаю вязать узором галочка в раскол но уже без добавления и таким образом перехожу на стенки край начала я ввязываю в полотно так как в дальнейшем соединять ряды я буду другим способом вывожу первый столбик следующего ряда слежу за подачей нити и продолжаю стенки изделия пойдут на рост и таким образом будет плавный переход от дна к стенкам вяжу до конца ряда где покажу как соединяю ряды по стенкам у меня провязан последний столбик первого ряда стенок то есть без добавлений напоминаю количество столбиков в круг 40 их количество меняться уже не будет вставляю крючок в первую кромочную косу увожу туда рабочую петлю вытягиваю ее до необходимого размера для того чтобы накинуть на все изделие и подтягиваю рабочую нить до необходимого размера такое соединение по стенкам я буду выполнять из ряда в ряд она очень удобно и здесь я могу вводить крючок в любую петлю шагом 1 вставляю крючок петлю перед первой петлей следующего ряда чтобы немного сдвинуть начало ряда и далее вяжу следующий ряд в раскол соединяю ряды из ряда в ряд этим способом навязываю необходимую глубину изделия на данном этапе от донышка у меня провязано 11 рядов вместе с донышком 14 рядов глубина изделия около 13 сантиметров я уже отметила маркерами точки где буду вывязывать ручки между маркированными точками у меня по 7 галочек с одной и с другой стороны 40 в общем минус 14 26 остаточных то есть по 13 с боковых сторон у меня расстояние между маркерами здесь по 13 здесь 7 продолжаю вязать я постепенно из ряда в ряд сдвинула начало ряда в нужную мне точку приближенную к боковине теперь продолжаю вязать тем же узором до маркера 2 3 и 4 . далее удаляю маркер здесь у меня 7 пропуск делаю цепочку из воздушных немножко больше 7 4 5 6 7 8 9 достаточно и закрепляюсь в точку которая после маркера тоже в раскол получается еще раз 1 2 3 4 5 6 7 галочек у меня остается внутри ручки продолжаю вязать узор и заканчиваю ряд с этой стороны вывязываю точно такую же ручку из 9 воздушных петель следующий ряд 1 при обвязке уже вывязанных ручек я подхожу к ручке последняя галочка в раскол и далее вставляю крючок под ручку обхватывая ее и провязываю столбик без накида провязываю 9 таких столбиков вокруг ручки и смотрю что у меня получается 9 мне немного недостаточно осталась оголенная часть поэтому я провязываю еще 10 столбик и в раскол в полотно вот что получается на этом этапе продолжаю до конца ряда 9 мне немного недостаточно осталась оголенная часть поэтому я провязываю еще 10 столбик и в раскол в полотно вот что получается на этом этапе продолжаю до конца ряда следующим рядом я прокладываю обвязку по краю с помощью рабочей нити вставляю крючок за обе дужки кромочной косы в этом случае у меня соединение рядов вывожу петлю и далее каждая последующая точка и соединительная так завершаю ряд обвязки он одинаков как по полотну сумки так и по ручке ряд обвязки завершился отрезаю нить с небольшим запасом вытягиваю и делаю незаметное соединение в первый стежок увожу отрез нити туда и возвращаю в исходную точку наизнанку где можно спрятать и перейти к установке фурнитуры сумочка получилась очень классная и аккуратная остаток пряжи позволяет сделать декор или брелок целый плейлист аксессуаров для вязаных сумок оставляю вас в описании под этим роликом и по итогу видео также обязательно прикреплю фотоматериалы как смотрится сумочка на модели подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будет много интересных видео всем пока